Здравствуйте! По состоянию на 06.50 утра по московскому времени в аэропорту Внуково задержано 14 рейсов, 3 отменено. В Домодедово задерживается вылет 18 самолетов, отменен 1. В Шереметьево задержано 8 рейсов. Накануне аэропорты Домодедово и Внуково были временно закрыты на прием и отправку воздушных судов. Позже аэропорт Шереметьево тоже закрыли на прием и вылет. Причин понятны. Возможная атака БПЛА с Украины. Риск, безусловно, есть. Но насколько он велик, это раз. И второе, как долго Запад будет закрывать глаза на украинский государственный терроризм? Недавно прошло в целом успешное нападение на военный аэродром в Пскове. Украинская сторона сообщает о четырех уничтоженных ИЛ-76, хотя официальных данных Минобороны РФ пока нет. Но куда важнее заявление официального представителя украинской разведки Андрея Юсова. По словам Юсова, атака была проведена с использованием спецтехники и при помощи соответствующих групп на территории с территории государства агрессора. Ну, то есть, это нашей. Если это несознательная дезинформация, признанная заставить ФСБ искать чего нет, то хотелось бы все же ясности именно от отечественных спецслужб. В общем, для корректировки подобного нападения кто-то на земле, правда, необходимый. Долго ли нас будут кормить информацией о задержаниях профессоров-политологов, а не реальных террористов? Понимаю, что это трудно, но все, что легко, можно поручить и добровольные народные дружины. А тут требуются профессионалы, или они в чем-то другом профессионал-то. Вопрос ведь ни в чем. Какова глобальная цель этого террора БПЛА со стороны Украины? Не думаю, что в Киеве настолько наивны, что полагают, что войны прекращаются из-за запрещения полетов и соответствующих убытков. Так кому и что демонстрирует Киев? Готовность плевать на признанное в международных отношениях поведение? Отчасти да, но не совсем, все же зависимость от внешних поставок и финансов там полная. Или они боятся прекращения западной помощи, поскольку знают, она все равно будет поступать, чтобы в Киеве не выкинули. А что, самолет с пассажирами уже сбивали, правда, в сугубо мирное время. А что же говорить про сейчас? Больницы и школы уже пристреляли. Сегодня слова давешнего президента Украины Порошенко, что киевские дети будут ходить в школу, а донецкие прятаться по подвалам, поняты буквально. Никакой реакции на Западе не вызвали. Теперь, правда, с обеих сторон прячутся по подвалам. Ну и шестого. Скоро на Украину начнут поступать и Ф-16 в качестве истребителя уже устаревшие. Но как истребитель-бомбардировщик, самое оно, ракеты воздух-земля по гражданским объектам, эффективней легких БПЛА. Опять же, какая цель? Ну не прекращение войны, точно. А вот ее расширение, ну очень даже запросто. Про помощь не говорю, кратко. Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Подмосковье. Мысль Польска сообщила, что на месте польского государства в будущем появится новое под названием Укрополия. За последнюю неделю новые машины подорожали в диапазоне от 70 до 600 тысяч рублей. Россия наложила в совбезе ООН вето на проект резолюции Франции и ОАЭ о продлении на год санкционного режима против Мали. Вооруженные силы Синегала готовятся к интервенции в Нигер. Мы увеличиваем поставки газа в Европу. Страны Евросоюза в 2023 году планируют импортировать рекордное количество жирного природного газа из РФ, вопреки стремлению Запада отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году, пишет Financial Times. По итогам первого полугодия Италия и Испания стали вторыми и третьими импортерами по объему закупок российского СПГ. Первое место занял Китай. Закупки жирного природного газа бьют рекорды. Они выросли в 2023 году на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, еще до начала спецоперации на Украине. В статье говорится, что уровень импорта из России делает страны Евросоюза уязвимыми перед любыми решениями Москвы. В июле стало известно, что поставки трубопроводного газа в Европу также достигли рекордных значений. Они обеспечили 16% европейского импорта. Вот представляю себе Сталина. Году так, в 1942-м, увеличил бы поставки газа Рейху. Видимо, надо что-то корректировать в пропаганде. В одном месте говорят, что Европа скоро замерзнет из-за сокращения поставок газа, а в другом выясняется, что не только не замерзнет, а станет отапливаться еще лучше. И насчет уязвимости стран ЕС перед Путиным, они что, отменяют санкции за российский газ? Нет. И, как я понимаю, деньги переводят исправно и не блокируют их. И трубопроводы, проходящие прямо по линии огня, вот уже много лет чудесным образом стоят невредимыми. А мы чего? Говорим, что воюем со всем западом. Прямо отечественная война у нас, а сами снабжаем его топливом по повышенному разряду. А запчасти к украинской технике больше не поставляем? Нет. Бизнес же ничего лишнего. Фонд национального благосостояния финансирует западную промышленность. Три перевозчика – Аэрофлот, Уральские авиалинии и iFly – согласовали с Минтрансом получение средств из ФНБ на переоформление 40 самолетов из иностранной собственности в российскую. По расчетам аналитиков на страховое регулирование по этим лайнерам потребуется 800 миллиардов рублей. Аэрофлот согласовал выкуп 18 самолетов, Ирландской Аэркап, Уральской авиалинии 19 бортов различных собственников, iFly 3, Airbus 330 от американской Air Lease Corporation. То есть из ФНБ продолжается финансирование закупок поддержанной западной техники, которая ранее погубила отечественный авиапром, потому что ни один новый отечественный самолет не сможет конкурировать по цене с поддержанным иностранным. Никак и никогда. Интересно, а много ли денег из ФНБ пошло на отечественный авиапром? МАК не проводит расследование по крушению самолета Пригожина. Междугосударственный авиационный комитет МАК сообщил, что не проводит расследование авиакатастрофы самолетом Embraer Legacy в Тверской области 23 августа, в которой погиб Пригожин. В сообщении МАК отмечается, что комитет также не комментирует обстоятельства крушения самолета. На сайте МАК, при этом в разделе «Направление деятельности» говорится, что комитет расследует все авиационные происшествия с воздушными судами государств, участников соглашения, как на их территориях, так и за их пределами, а также в рамках соглашений, заключенных с другими государствами. 30 августа Бразийский центр по исследованию и предотвращению авиапроисшествий сообщил, что МАК уведомил центр о том, что на данный момент не собирается расследовать крушение самолета Embraer по международным правилам. Позже в Кремле подтвердили коммерсанту, что международные расследования крушения самолета Евгения Пригожина проводить не планируются. А уже и не надо. Продолжение следует...